МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Офшорный скандал разгорается в Западном Казахстане. Об этом, выступая на пленарном заседании Мажелиса, рассказал депутат Апсатиров. У жителей двух сел Теректинского района праздник. В их населенных пунктах завершено строительство водопровода. В уральские городские власти ставят задачу обновление пассажирского автотранспорта. Сейчас «Газели» хотят заменить на автобусы большей вместимости. Офшорный скандал разгорается в Западном Казахстане. Об этом, выступая на пленарном заседании Мажелиса, рассказал депутат Апсатиров. Все началось с того, что в Уральске один из скоростимеров стал фотографировать водителей даже на маленькой скорости. Когда стали разбираться, выяснилось, что все стационарные скоростимеры в Уральске устанавливает некое ТО «Научно-технический центр. Новые проекты», владельцем которого является компания, зарегистрированная на Кипре, крупнейшей офшорной зоне в мире. В Акжоле уверены, что правильнее предотвращать незаконный вывод капиталов, чем потом искать похищенные миллиарды и годами ловить мошенников по всему миру. При этом нельзя утверждать, что уральское ТО вообще не платит налоги. За последние пять лет эта фирма заплатила в общей сложности более 600 миллионов тенге. Учитывая, что некоторая часть прибыли уходит на счета кипрской компании, остается догадываться, сколько на самом деле зарабатывала компания. Так вот, по словам депутата, есть основания полагать, что это ТО выступает лишь прикрытием для офшорных компаний при участии в госзакупках. Примечательно, что клиентами указанного ТО являются департаменты внутренних дел сразу в 13 регионах, что порождает обоснованные вопросы о системном проникновении офшорных схем в деятельности МВД. Депутат привел в пример и прошлые отчеты счетного комитета, согласно которым госорганы закупали оборудование через Маршаловы острова, по цене в 3, а то и 4 раза дороже реальной стоимости. Цель таких операций является банальное хищение государственных средств, когда указанная в 3-4 кратная разница выводится на офшорные счета и остается там в распоряжении коррумпированных чиновников. Помимо этого, депутат Абцетиров предложил провести тотальную проверку конечных собственников всех подрядчиков и поставщиков в системе госзакупок и закупок квази-госсектора на предмет наличия среди них компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. В случае выявления таких компаний депутат предлагает поставить вопрос о расторжении таких контрактов. Боржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Одним из приоритетных направлений развития Западно-Казахстанской области является обеспечение населения централизованной питьевой водой. Работы в этом направлении проводятся во всех районах области. Сегодня у жителей двух сел Теректинского района праздник. В их населенных пунктах завершено строительство водопровода. Сегодня завершились строительно-монтажные работы и сданы в эксплуатацию водопроводы в селах Новопавловка и Аксуат в Теректинском районе Западно-Казахстанской области. В Новопавловке в настоящий момент проживает 705 человек, а в селе Аксуат численность населения составляет более полутора тысяч человек. Ранее люди питьевую воду брали с частных открытых колодцев. Поздравил сельчан с радостной новостью заместителя Акима Теректинского района Виталий Кушнер. Акиматом района в 2014 году разработана проектно-сменитная документация на водообеспечение сельских населенных пунктов района. Это села Аксуат, Акжаик, Анкате, Сараумыр и Новопавловка. В 2016 году при поддержке областного Акимата Управления строительства и архитектуры Западно-Казахстанской области из республиканского бюджета была выделена сумма в размере 778 миллионов тенге на водообеспечение населенных пунктов Теректинского района. На реконструкцию водопровода в селе Новопавловка было выделено более 200 миллионов тенге и в селе Аксуат более 140 миллионов. Работы были начаты в апреле текущего года и сегодня водопроводы введены в эксплуатацию. Сельчане рассказывают, что с нетерпением ждали этого дня. Сегодня у нас радостные события. В наше село провели воду. Раньше было очень тяжело, потому что в поселке было всего три колодца. Приходилось таскать воду издалека. Некоторые привозили из города. Теперь у нас не будет проблем с водой. Очень благодарны всем тем, кто принял участие в этом. Это настоящий подарок ко дню первого президента Республики Казахстан. Питьевой водой обеспечены социальные объекты. 189 дворов в селе Новопавловка и 270 дворов в селе Аксуат. Сергей Уланов, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня, 29 ноября, во всех университетах, колледжах и школах Республики прошел единый час антикоррупционной информации. Иначе говоря, в образовательных учреждениях прошли разного рода мероприятия, направленные на формирование антикоррупционной культуры молодежи. В уральске борцы с коррупцией посетили Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет. Решение о проведении единого часа антикоррупционной информации в университетах, колледжах и школах страны было принято на совещании среди вузов Республики, проведенном посредством телемоста. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Цель этого мероприятия – формировать антикоррупционное мировоззрение среди учащихся школ, вузов, колледжей. Так как это мероприятие проводится в преддверии 9 декабря, Международного дня по борьбе с коррупцией. Это было принято Конвенцией ООН в 2003 году. В ходе антикоррупционного часа студентам, школьникам и педагогам была в очередной раз разъяснена антикоррупционная политика. По Западной Казахстанской области различного рода мероприятия прошли в 4 вузах, 37 колледжах и во всех школах. Студенты, в свою очередь, отметили важность подобных мероприятий. Я считаю, что такие мероприятия все-таки нужны, и они должны более чаще проводиться, чтобы в нашей стране было как можно меньше коррупции, и велась борьба с ней, чтобы как можно наша страна стала лучше, не было таких нарушений. Как отметили организаторы, работа по формированию антикоррупционного сознания у населения будет продолжена. В Уральск прибыл американский ученый, медик казахского происхождения, специалист в области биомедицинских и медико-демографических исследований, международного здравоохранения и больничного управления, член Американской ассоциации здравоохранения «Алмаз Шарман». Гостя встретил Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. В ходе официальной встречи они обсудили вопросы не только здравоохранения, но и другие сферы, развиваемые в области. Алтай Кульгинов рассказал гостю о том, как будет решаться вопрос с дефицитом медицинских кадров. Мы хотим сейчас выделять деньги, потом в течение всего периода обучения мы будем платить из местного бюджета, но потом, когда они закончат, мы им говорим, мы на договор с ними заключаем и говорим, на 5 лет будешь отрабатывать. Скажем, нам нужен врач в Буки-Урдинском районе, либо там в Теректинском районе, либо в городе Уральске. Вот куда направим, пойдешь отрабатывать. И это обоюдно выгодно. У руководства области очень конкретное, хорошее видение. И мне думается, что здесь при соответствующих усилиях и инвестициях можно очень хорошо реализовать проекты. Естественно, есть проблемы, которые связаны с кадрами, допустим, особенно в медицине, в образовании. И в этом плане, в общем-то, мы обсуждали возможность привлечения, скажем, интеллектуальных ресурсов, не только, допустим, остальных частей Казахстана, но и привлечения и европейских. Выбрать медиатора теперь можно через ЦОНы. Жители Уральска смогут подать онлайн-заявку медиатору в здании Центра обслуживания населения. Заявка поступает в реестр медиаторов. Запись на прием осуществляется к тому медиатору, кто первый принимает заявку. После этого специалист ЦОНа выдает обратившемуся лицу талон с уведомлением, в котором указаны фамилия, имя и отчество медиатора. Последнему можно выбрать и самостоятельно. Судьи отмечают, что количество рассматриваемых дел увеличивается из года в год, но благодаря использованию услуг медиаторов все чаще стороны приходят к примирению. Выбрать медиатора теперь можно через ЦОНы. Жители Уральска смогут подать онлайн-заявку в здании Центра обслуживания населения. Заявка поступает в реестр медиаторов. Запись на прием осуществляется к тому медиатору, кто первый принимает заявку. После этого специалист ЦОНа выдает обратившемуся лицу талон с уведомлением, в котором указаны фамилия, имя и отчество медиатора. Последнего можно выбрать и самостоятельно. Судьи отмечают, что количество рассматриваемых дел увеличивается из года в год. Но благодаря применению медиации все чаще стороны приходят к примирению. Мы ожидаем, что в ближайшее время граждане станут активными пользователями нового электронного сервиса и разрешать конфликтные ситуации во внесудебном порядке с помощью услуг медиаторов. Доступ к медиации через ЦОН – один из самых упрощенных. С 1 января 2018 года планируется вывести портал на уровень общего доступа всех граждан, то есть на сайт. Зайдя по ссылке, пользователь сможет ознакомиться с материалами о медиации, посмотреть список медиаторов, график их работы, отзывы, опыт работы медиатора и прочую информацию. На сегодняшний день в Уральске действует свыше 100 кабинетов медиации. Специалисты-медиаторы – лица незаинтересованные, поэтому они объективно рассматривают проблему, оценивая ситуацию со всех сторон. Медиация применяется по спорам, конфликтам, связанным с трудовой деятельностью, возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношениях с участием медиатора и сторон судопроизводства. Профессиональный медиатор – это специально подготовленный специалист, который отвечает за процедуру медиации и помогает конфликтующим достичь соглашения. Решение может быть найдено в короткие сроки – от нескольких часов до нескольких дней. При этом затраты минимальны. Экономия средств по оплате работы юристов, времени, также нет необходимости тратиться на судебных исполнителей. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В сети появилось видео из Атараусской области, где 10-летние мальчики разгружают грузовой автомобиль и носят 50-килограммовые мешки с мукой. Автор видео пояснил, что снял это видео в сентябре в поселке Жанбай в Атараусской области, в 150 километрах от города. Приезжал по торговым делам разгружать товар в магазин и увидел, как эксплуатируют детей. Не знаю, были ли это дети хозяев магазина или чужие, но там стояли взрослые, которые наблюдали и приказывали им, пояснил отправитель. В Казнете опубликовали видео, на котором запечатлен разгон участников беспорядка в Шемкенте. Видеозапись появилась в Facebook, пользователи которого сразу начали строить предположения о происходящем. На кадрах видна стена из полицейских с щитами, которые разгоняют мужчин с деревянными палками и бутылками. В руках одного из разгоняемых плакат, надпись на котором содержит требование снизить цены на газ и бензин. Кроме того, слышны автоматные выстрелы. В ДВД пояснили, что происходящее в ролике – учения полицейских. Это тактические учения и отрабатывалось, как в реале должны вести себя полицейские. Вспомните события в Жанаузене. Тогда люди не знали, как действовать. Заявили в полиции. В Можилисе вновь подняли земельный вопрос. Обсуждая законопроект по вопросам регулирования земельных отношений, министр сельского хозяйства Морзахметов рассказал о новых предлагаемых требованиях для казахстанцев, планирующих арендовать сельскохозяйственные земли. А депутат Можилиса Косырев выступил с предложением выдавать сельскохозяйственные земли только землепользователям с сельскохозтехникой. Пресловутый земельный кодекс в свое время стоил имам Алитос Магометову премьерского кресла. Напомним, поправки в земельный кодекс вызвали большой резонанс в обществе. В ряде городов прошли митинги, протестующих против сдачи в аренду земель иностранцам. Ведь для достижения цели они могут пойти на создание местных товариществ. В качестве учредителей взять этнических китайцев, давно осевших в Казахстане. По словам Перуашева, во избежание таких проблем следует исключить права аренды земель для компаний и стран, имеющих общие границы с Казахстаном. Например, ограничить право аренды земли, не только собственность, но и аренды земли компаниями и лицами государств, имеющих прямую границу с Казахстаном. Определенное решение, может быть, так и так сейчас принимается, о том, чтобы в приграничных территориях не выделять землю. Я здесь думаю, что можно подойти и по-другому, то есть именно не выделять самим компаниям и гражданам приграничных государств. Напомним, с чего начались земельные скандалы. Несколько лет назад в Казахстане стартовала инвентаризация земель. И выяснилось, что в стране не используется более 7 миллионов гектаров. Прокурорская проверка состояния плодородности земель выяснила, что более 200 тысяч гектаров земель подлежат рекультивации. Из них на 53 тысячи гектаров плодородный слой почвы полностью уничтожен. Теперь же по закону, если арендатор земель испортит почву, этот участок изымается государством. Предоставляется право уполномоченному органу, который контролирует рационально использование и эффективно использование земельных ресурсов, расторгать договор аренды в одностороннем порядке. Еще один не менее важный вопрос. Сколько земель может приобрести в аренду один человек? Ведь рядовые жители наших сел не смогут арендовать земельные участки по причине отсутствия денег. Землю смогут арендовать крупные сельскохозорганизации, зерновые компании, богатые фермеры и латифундисты. Отобрать у латифундистов всю землю, это значит снова создать предпосылки, при которых земля будет эффективно не использоваться. И в этой связи в законопроект вложена фраза о том, что сейчас нужно отработать, какие объемы земли могут местные органы отдавать в одни руки. И тогда будет вопрос стоять, кому-то или сокращать количество землепользования, или добавлять. То есть это как раз оставлено на следующую разработку, для чего выделены деньги. Хочу предложить, чтобы в этом законе было вписано, что земли предоставляются только тем землепользователям, которые располагают техническим возможным для обработки. 350-400 лошадиных сил на 1000 гектаров пашни. Это всего три комбайна и один трактор К-700. Если такой техники нет, имея шариковую ручку, некоторые уже долгие годы используют, пользуются землей. Надо с этим кончать. В Уральске в ближайшее время появятся первые общественные туалеты. Об этом сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства. Их владелец – частный собственник. Коммунальщики отметили, что городским акиматам уже выделено два земельных участка под отхожие места. В Уральске проблема с туалетами актуальна во все времена. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства отметили, что во время празднования общегородских мероприятий на площади и в скверы устанавливаются биотуалеты. Но это происходит лишь на время. К тому же биотуалеты и сами становятся еще одним источником антисанитарии. Сейчас по городу частный предприниматель уже начал устройство общественных туалетов. Первый у него объект находится в районе парка Кирова напротив стадиона имени Атаяна. Также данным предпринимателям планируется обустроиться таких общественных туалетов на всех общепосещаемых местах. В настоящее время земельный участок выделен в районе парка Кирова и в районе Новой площади. Первый туалет напротив стадиона имени Петра Атаяна уже установлен. Но пока он закрыт, жители Уральска говорят, что решение об установке стационарных туалетов своевременное. Живу я с самого рождения здесь, туалетов у нас практически нет. У нас, как говорят, где у вас туалет? У нас везде туалет. Так что этот вопрос очень злоботимый. Стоит отметить, что установка общественных туалетов затруднена из-за отсутствия в городе необходимых коммуникаций. Роман Копняев, Ербаламаншин, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске городские власти ставят задачу обновление пассажирского автотранспорта. Сейчас «Газели» хотят заменить на автобусы большей вместимости. Для этого пассажироперевозчикам предлагают выбрать подходящий транспорт для обслуживания маршрутов. В Экимате города уже прошла встреча с китайскими производителями автобусов. Они представили марку «Голден Драгон». Эта компания предлагает свою продукцию 108 странам мира. В автобусах имеются пандусы для людей с ограниченными возможностями. В ближайшие дни пройдут встречи и с другими производителями. Стоит отметить, что цена, например, российского автобуса сейчас варьируется от 55 до 60 миллионов тенге. Совместно с перевозчиками Акиматом города ведутся переговоры с заводами-производителями, отечественными, а также с лужебедными фирмами. Рассматриваются их коммерческие предложения, соответственно, и технические характеристики данных автобусов. Сейчас работа еще ведется по количеству обновлений автобусов. Сейчас из 500 уральских автобусов 420 оборудованы GPS-навигацией. Люди с помощью мобильных приложений уже могут следить за нужными им маршрутами. С 8 ноября внедрен проект «СМС-баз». За это время горожане сделали порядка 500 транзакций. Люди считают, что за 80 тенге проезд должен быть более комфортабельным. Я думаю, газели поменять, а большие автобусы надо вместимость больше, а сервис, чтобы получше был. Ну и это все, что есть новое, надо внедрять. Автобусы старые, потом окна зачем-то занавешивают. Непогода и окна занавешивают. Ну что за безобразие. Конечно, хотелось, чтобы был селектор. Ведь был же раньше селектор. Куда дели, почему нет. Ну, в целом, в общем-то, транспортники стараются, молодцы. Сами пассажироперевозчики отмечают, что им нужны ремонтопригодные автобусы. Ведь на запасные части уходят большие деньги. В кинотеатре имени Гагарина ко дню первого президента пройдет показ полнометражного фильма «Ельбасы жилы». Об этом сообщили в городском отделе культуры и развития языков. На просмотр ленты приглашаются все желающие. Фильм можно будет посмотреть до 3 декабря. Также для уральцев подготовлен концерт с участием ведущих артистов при Урале. 30 ноября в Казахском драматическом театре будет концерт в честь Дня первого президента с участием творческих коллективов и отдельных солистов нашего области и города. Всех горожан тоже приглашаю всех посетить концерт. И от имени Акимата города Уральска всех жителей и гостей города поздравляем с этим знаменательным праздником. 30 ноября уральский Акжаик стартует во всероссийских соревнованиях высшей лиги по хоккею с мячом. В первом туре команда проведет два матча против Маяка из Краснотуринска. Во втором помирится силами с клубом СК Свердловск из Екатеринбурга. Первые игры на своем поле уральцы проведут 23 и 24 декабря. В клубе надеются, что к этому времени завершится обустройство ледовой арены на стадионе «Юность». Сейчас там разместили установки для искусственного льда. Проект реализуется за счет социальных отчислений компании «Недарпользователей». У нас в прошлый сезон никакой изменения нет. Тренер прежний остался. Это Юрий Владимирович Коженников, второй тренер Шавалдин Николай Викторович. У нас все команды также прежними остались. Но из игроков, те же прежние игроки, никакого в команде особо изменения нет. И в завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни в области осадков не ожидается. Об этом сообщили синоптики КАЗ Гидромета. Поэтому любителям снега придется подождать до лучших времен. Метеорологи отметили, что самый теплый день 30 ноября был в 2010 году, почти 10 градусов выше нуля. А в 1957 году столбик термометра замер на 28 градусах мороза. В ближайшие дни погода в нашей области будет определять высокое давление. Центр антициклона находится в районе города Казань Российской Федерации. Поэтому погода ожидается без осадков, местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза. На этом наш информационный выпуск новостей завершен. Благодарим за внимание. А я напоминаю, что еще больше полезной и интересной информации ищите на нашем электронном сайте tdk42.kz. Всего вам доброго и до встречи в следующих выпусках. Дом Жалюзи. Дом Жалюзи. Мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес город Уральск, проспект Евразия, 87 напротив горвоенкомата. Телефон 26 94 42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова